ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ О чем начала говорить уже на предыдущих двух неделях по Пятидесятнице, о том, что мы должны идти за Богом. Если первые две недели говорилось о том, что необходимо взять свой крест и идти за Христом, найти в себе силы, так же, как апостолы, которых Господь подобрал на озере Гениссорецком, и они пошли за ним, будущие апостолы, так же и мы должны идти вслед за Богом. В сегодняшнем чтении евангельском говорится также о том, что нужно для того, чтобы идти за Богом. И то зачало, которое мы сегодня читали, оно в наше время особенно с трудом воспринимается всеми людьми, в том числе и нами, членами Церкви. Потому что, во-первых, Господь говорит, что если око Твое лукаво, то и Ты будешь лукав. Если око Твое светло, то и Ты будешь светел. Что это значит? Дальше Господь это раскрывает. Достаточно такой жесткий тезис Он раскрывает в очень нежестких объяснениях, в очень человечных объяснениях, в очень нежных, даже можно сказать, потому что Он говорит о том, что мы, как люди, не имеем ни в чем нужды. Если мы находимся с Богом, то мы не можем ни в чем нуждаться. Потому что, если даже трава, которая растет, она покрывается во время своего периода, свое цветение, временно своей жизни, такой красотой, которой не украшался ни один царь на земле, и это та временная красота, которая очень быстро проходит, и затем эту красоту вбитает в печь, потому что трава высыхает и становится сеном и соломой, то мы, чьи души предназначены для вечности, мы тем более украшены от Бога. И сегодняшняя память двух святых – это очень хороший пример. Это очень удачное сочетание такого евангельского зачала и примера такой жизни, такого опыта, который нам тоже кажется, так же, как и сегодняшнее зачало, фантастическим, как и сегодняшнее зачало для нас, современных людей. Мы, которые настолько привязаны к земному, настолько привязаны к материи, настолько привязаны к своему пониманию реальности, и мы думаем, что мы все знаем, и мы думаем, что только материя определяет нас. Даже мы, находящиеся в церкви, многие находятся уже много лет, тем не менее мы привязаны к земле, мы не хотим от нее отрываться. И пример сегодняшних святых преподобных Ануфрия и Петра – это два монаха. Сегодня выкладывала в группе «Жития», можете потом… Вообще очень советую почитать эти «Жития», потому что они читаются, опять же, в наше время, я думаю, что во все времена, но в наше время особенно, читаются просто как фантастика и небылица, потому что такого для нас, для людей, просто не может быть, то, что описывается там. Это даже не сверхлюди, это уже не совсем и люди, в том плане, что да, конечно, они остались людьми, но тот уровень любви к Богу, тот уровень отречения и та жизнь именно по сегодняшнему Евангелию – это и есть настоящая христианская жизнь. И как бы мы ни лукавили сами собой, как бы мы ни говорили, что сегодня я послужу Богу, а завтра оттянусь, ну, то есть послужу Мамоне по-другому, так сегодня, как сегодня сказано, что невозможно служить Богу и Мамоне, потому что будешь одного любить, а другого ненавидеть. Поэтому мы стараемся жить так, что день мы любим Бога, а день любим то, что является его противником. На самом деле мы любим то, что является противником Бога, и нужно честно себе в этом признаться. И когда читаешь «Жития таких святых», ты понимаешь, кто ты на самом деле, потому что, ну, такого уровня, казалось бы, невозможно достичь, но в Евангелии сказано, что мы к этому призваны. Мы призваны тому, чтобы быть детьми Божьими, чтобы быть друзьями Христовыми. И эти святые, один был египетский монах, другой был монах греческий, один является столпом египетского монашества и упоминается о многих патриках, другой является, преподобный Петр является основателем афонского монашества. И оба они прожили много-много лет, больше 50 лет прожили в отшельничестве, прожили самостоятельно, не имея ничего. Но они не просто умерли, не просто умерли от голода или там страдали. Возможно, конечно, в их жизни было и это, но я уверен, что в их жизни было первое и самое главное, это счастье и общение с Богом, они этого добились. А что сделали мы? Мы собрались сегодня на службу, это большое дело, это очень важно, потому что помимо того, что самое необходимое, что должно быть у каждого православного христианина, у каждого должно быть своя внутренняя келья. Она есть, конечно, должна быть у монаха, но мы должны отличаться от монаха только тем, что мы живем в миру и имеем семьи и заботы земные, то, чего не имеет монашество. Но внутренняя молитва должна быть и у нас так же. Мы тоже призваны так же, как и монашество, Царство Небесное. Помимо внутренней молитвы, должна быть и молитва внешняя, которую мы совершаем на богослужениях. И то, что мы собрались сегодня, это большое дело, нельзя этого отрицать, нельзя считать, что это один день всего лишь. Этот день нужно продлить так, чтобы он длился бесконечно, до самой смерти. То есть бесконечно имеется для нас в этом отрезке жизненный. Потому что когда мы умрем, уже будет другое совершенно состояние, и другие будут проблемы, и другая жизнь. Всех поздравляю с сегодняшним воскресным днем. Всем желаю спасения. Всем желаю не уповать на мир, не уповать на его какие-то дары, не бояться его, что бы сейчас ни случилось. Подходите к кресту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok